Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы решили вам показать или представить, в общем, такое интервью. Интервью с Валерием... Валерий, как у тебя отчество? Владимирович. С Валерием Владимировичем Гусаровым. Дорогие друзья! Стоит уточнить, я прошу прощения, стоит уточнить, что настоящая фамилия Воробьев, а Гусаров – это по девичьей фамилии матери. Да, я только что хотела сказать, что очень многим людям, с которыми Валерий работал, он известен, наверное, под фамилией Валерий Воробьев. Вот это я хотела сказать. Так, ну, почему я решила взять интервью у Валерия Владимировича? Ну, во-первых, он является моим очень давнишним другом. Мы с ним вместе собаку съели. Я была у него на тренинге лет, наверное, уже 10-12 назад, где познакомилась с его методикой, познакомилась с личностью, которая очень глубокая, очень тонко-тонко подходящая вообще к проблемам тех людей, которые обращаются к нему. У него была такая особенность, которая меня поразила, и больше я ни у кого не встречала никогда. Он записывал то, что мы говорим. И я знаю, для чего он это делал. Для более точного попадания, в общем, в душевный и ментальный, в общем, подсознательный уровень человека. И, наверное, для того, чтобы глубже, гораздо глубже понимать, собственно говоря, и проблему человека, и то, с чем он пришел. Но сегодня я его хочу представить широкой публике, как члена нашего клуба. А у нас существует уже несколько лет клуб интернет-творцов. Ну, я не знаю, насколько это удачное название. Но сокращенно мы называемся КИТ. И это название меня вполне устраивает. Добавлю, если можно, да? Почему? Чем еще интересен КИТ? Он фонтанирует. И, по сути дела, участники клуба, они тоже фонтанируют творчеством. Да. Вот. Ну, несколько слов вот таких я сказала о нашем клубе КИТ. Ну, наверное, стоит сказать, чем мы занимаемся, Валерий. Может быть, скажете вы, а потом я еще какие-то вопросы вам задам и скажу то, что я бы хотела услышать, спрошу. Хорошо. Ну, я могу сказать, во-первых, то, что мне очень близко, это я при клубе организовал театр онлайн. Чем это интересно? Это интересно тем, что исполнители у нас со всех концов России и зарубежья. Мы просто-напросто начитываем роли. Вот. Я их потом собираю в кучу записей, в спектакль. Получается звуковой файл. А дальше у нас есть еще очень интересные творцы, которые делают, я их называю видеорежиссеры. Они делают либо слайд-шоу на этот спектакль, либо мультипликацию, как вот хочу отметить Люба Золотова. Она делает интересную мультипликацию. Я тоже хотела сказать, что, наверное, имеете в виду нашу любовь к Золотову. Там совершенно живые, настоящие мультфильмы она делает. Ну, и мы то, чем владеем, тоже делаем, ну, я считаю, что потрясающе красиво. И глубоко. Разрешите, я прям по этому поводу... Я продолжу вообще о клубе, если можно, да? Нет, я пару слов хотела вот о чем сказать. О том, что это такое онлайн-театр. Можно я свое впечатление скажу? Да, конечно. Знаете что? Ну, вот мое личное такое. Первый раз Валерий Гусаров предложил озвучить роль в сценке «Песочница» или «В песочнице». И эту роль озвучивал мой внук. Ему тогда было, наверное, года два с половиной. Вы не представляете, какой это был труд, сколько было гордости у человека, когда он, ну, вот когда уже другие актеры тоже озвучили там свои роли. И я иногда ловила вот Максима за таким занятием, что он подходил к компьютеру, нажимал этот файл, и он его прослушивал, а я чувствовала, что у человека просто гордость. Он среди взрослых, а в той сценке там были роли детей и взрослых, что он вот среди вот этих взрослых актеров, людей, что и он свою роль так достойно озвучил. Он вник, он понял, он так постарался. Поэтому я просто даже у меня личная благодарность Валерии именно за то, что вот такое участие вы приняли в жизни моего внука. Ну, и потом не только внука, у меня и внучка была, которая тоже принимала участие, как я считаю, самая младшая актриса. Она вообще в полтора года озвучивала, но об этом чуть позже. Гав-гав она озвучила. в нашем новогоднем спектакле. Ой, мне прям так еще хочется поделиться людьми, с людьми тем, что такое Валерий Гусаров. Позвольте, я расскажу. По моей и Валериной у нас как-то совместно родилось, я не буду умалять свою роль сейчас, у нас родилась идея, но все осуществлял Валерий как руководитель, как режиссер, вообще организатор. Мы несколько лет подряд, года три или года четыре подряд, делали поздравительные спектакли с Новым годом для детей всего русскоязычного населения страны, ой, планеты. Представляете? И этот спектакль у нас был такой, что, во-первых, писали, такого сценария больше нигде нет, это мы его придумали, придумывали. Валера все это собирал, он был, вообще он писал, Валера, вы и писали сами сценарии, правда? Насколько я помню. Да, да. Там сказку про дракона, я вдруг вспоминаю, не помню, какой это там уже был год. И был он продуман, этот спектакль так, что, как бы, знаете, он вживую шел. То есть мы смотрели, вот все дети, которые нам написали свои заявки, что они хотят принять участие. Значит, вот шел, как бы, часть спектакля, потом, каким-то образом мы это останавливали, и дальше дети, там Дед Мороз был, тоже это все, это все Валера придумал. Дед Мороз задавал какие-то вопросы, ну, не вопросы, а там, кто расскажет стишок. И я помню, там, из Испании русскоязычные у нас выступали, там, с Владивостока, по-моему, ну, представляете? Италия, Голландия. Да. И вот дети, я помню, что, а можно я еще раз этот же стишок расскажу? То есть до такой степени им нравилось, мы вообще не ожидали, что, ну, конечно же, это же еще и мастерство, и ведущих, ведущие у нас были, Дед Мороз, Снегурочка, вот, ну, то они выступали, а потом шло продолжение этой сказки. Это было просто великолепно. Это, мне кажется, что это вот этот проект, он вообще тянет на государственную премию, на мой взгляд. Вот. Ну, Валерий, вы хотели что-то продолжить, потому что я тоже хочу еще поделиться тем, чему вы научили нас, какой вы мастер, но я к этому, давайте чуть-чуть попозже, что вот вы еще хотите сказать? Я хочу сказать, что вот у нас в клубе есть множество направлений творческих. Среди них я хочу отметить, это то, что Ольга Грибанова, лидер нашего клуба, называла территория творчества про шоу-продюсер. То есть работа с программой, работа создания роликов в этой программе, потом еще продолжение с добавлением фотошоп, в общем, уникальные вещи, она учила, ну, по крайней мере, желающих учила, даже я попробовал, но у меня к этому таланта нет, поэтому я перестал заниматься, вот, но многие уже освоили. Да, Валерий, давайте вот что, позвольте мне вас немножко перебить, что ли. Я интервью собираюсь взять у всех членов КИТа, поэтому про шоу, про, про программу территория творчества про шоу, я думаю, что еще добавят и расскажут все, кто на этой, кто в этой программе занимался и про свои работы расскажут. Добро. И то, как начинали, тут и я могу ставить свое слово, потому что я была совершенно новичок в этом деле. Ну, к слову, кстати, сказать, опять я могу сказать к слову, что не только я научилась, а даже еще раньше меня, вот как раз, научился мой внук, представляете, как много моей семье дал КИТ. Во-первых, актера вырастил, во-вторых, сценариста про шоу, у него теперь есть свой канал, он туда, он из сказки, написанной мною, он их сам и озвучивал, кстати говоря, полностью озвучивал своим детским голоском, вот, смотрел у нас Валерий Дубинский, это профессиональный тоже актер, и, ну, все его знают, как человека, который озвучивает и классику, целую. Я поправлю, Петр Дубинский. А я как сказала? Валерий. А, Петр Дубинский, спасибо. Вот, и он слушал, как озвучивает Максим, был вообще в восторге просто. Так вот, что я хочу сказать, что Максим делает, тоже вот научился, а стоял всего лишь рядом со мной, слушал, как я прохожу этот курс, в результате превзошел меня. Вот, я хочу сказать о Валерии Гусарове, друзья мои. Валерий Гусаров, это, во-первых, это философ, о том, что он психолог и тренер, я уже сказала. Кстати говоря, обращались и мои некоторые друзья к нему, как к психологу, он их проблемы помог решить, то есть, каким-то образом, но они решились хорошо. Это гениальный человек. Хочу сказать о том, что, ну, что такое философ? Это человек со складом мышления, мировоззрения, такого высочайше духовного, позитивного, как любят говорить психологи, созидательного и, я бы, сейчас скажу, добро, ну, созидающего добро и хорошее. Это человек, который имеет, ну, не знаю, какие регалии, но, я думаю, что печатался наверняка в каких-то журналах психологических. Это педагог и психологических, и философских, наверное, статьи есть. Я знаю, что он помогал в предвыборной кампании какому-то депутату. Это было несколько лет назад. Депутат прошел и работает успешно и хорошо. То есть, владеет Валерий Гусаров очень многими талантами. А нас... Не одному депутату. Я просто знала про одного и хорошо, что вы тут сказали. Вот. И хочу еще что сказать. Человек, ну, разбирающийся буквально во всем, потому что он, давайте скажем так, гениальный режиссер, гениальный писатель и сценарист. Люди, которые в театре, наверное, по-моему, в Ростове-на-Дону, когда вы руководили театром, наверняка до сих пор помнят ваши спектакли, вашу работу. вот. Хочу сказать еще о том, что писатель гениальный, мастерский. Последняя из его работ, одну из них, я, кстати говоря, озвучивала, это Дракон и Ланселот, одну из глав я озвучила. Но дело в том, что совершенно вообще мистические вещи, равных которым нет, это ваши байки. Я где-то каждый из них тоже давала свои комментарии. Да, байки я очень люблю. Я хочу сказать, что человек совершенно одаренный. Он играет на гитаре, он поет, он пишет стихи, очень красивые стихи, он великолепно исполняет стихи, он душевный, мягкий, очень добрый, он любящий человек, он владеет энергиями Рейки, он целитель. И тоже доводилось мне на себе испытать или опробовать, что это такое. Может быть, с Валерой и где-то и началось. И мое тоже увлечение этим и занятия этим. Сейчас еще что хочу сказать, что мне очень понравилось, это то, как Валерий взялся вести и вел у нас люди. Здесь просто обращение к широкой публике. Если захотите овладеть мастерством писательским, обращайтесь к нам в кит. И прям можно конкретно к Валерию Владимировичу Воробьеву, потому что он сейчас у нас ведет встречи творцов, так назвал. А до этого года, два назад, Валерий писал, ввел у нас мастерскую, такую мастерскую, она называлась писать и говорить увлекательно. И после этого я уже написала две книги, есть у нас еще люди, которые уже опубликовали свои книги. Короче говоря, вот так и начиналось, как я сейчас все, как я сейчас помню, опишите, напишите сейчас монолог телефонной трубки. Что она чувствует, о чем она думает, хотите фантастика это пусть будет, хотите мелодрама, ее взаимоотношения с хозяином, как хотите. Блестящее упражнение. Блестящее упражнение. Вот, и так вообще так заставил, так научил проникнуться. Но психолог и есть психолог, понимаете? Потому что ведь точно так же мы можем и не только от имени телефонной трубки, от имени своего друга, проникнувшись там, попадаешь в поток и дальше вдруг начинаешь все хорошо понимать. Вот, я думаю, Валерий, я не столько взяла интервью, сколько я рассказала про вас. Расхвалила Дониджа. Я, ну, все абсолютно сказать сейчас в небольшом интервью, в общем, даже сложновато, потому что я и говорю, что столько лет, во-первых, я столько лет уже вместе с вами, и очень дружеский человек, помощник очень хороший. Ну, я помню, как я раньше, ой, боже мой, как вы вытерпели меня, когда я помню, что я никак не могла владеть программой Камтази, или Камтази, как ее правильно назвать, и Валерий мне по пунктам, через демонстрацию крана, все это тысячу раз покажет. Я как полный баран и профан в технических вопросах. Дня два мучаюсь, и потом, потом еще два дня от того, что мне стыдно, что надо все это мне еще раз. А Валера терпеливая и спокойно, еще раз, все по полочкам. Сейчас я владею этой программой. Валерий, мне очень хочется задать вам такой вопрос, который обычно все журналисты задают. Я уж тут как в роли журналиста. Хочу спросить, каковы ваши мечты, ну, скажем так, связанные с Китом? Есть таковые? Есть и даже не одна. Мечта, а несколько даже мечт. мне хотелось бы по сути дела вернуть программу экстрасенсорика и целительства. Ну, просто пока времени не хватает. Мне очень хочется продолжать развивать онлайн-театр с помощью, конечно, участников. вот. Ну, и мечта такая, чтобы наш клуб засверкал на пространствах, на пространствах интернета. я даже, значит, буквально сегодня закончил ролик завлекательный на тему слагаемые стиха, который ведет у нас Ольга Грибанова. Вот. И Ольге понравилось, по крайней мере, ей понравился этот ролик. Так, Валерий, я вот о чем должна еще сказать, что мы вас, так сказать, выдвинули, мы вам предложили, потому что мы же все это на ура, как я и сказала, это проект, который тянет на государственную премию. Вот. Но, в общем, на конкурс, такая конкурсная программа называется «На благо мира». Поскольку сейчас, я все-таки надеюсь, что это интервью люди досмотрят до конца, то я хочу обратиться к тому, что, скорее всего, поставим ссылку проголосовать, у нас просьба проголосовать. Я думаю, что вы впечатлились тем, во-первых, энтузиазмом, с которым работает и дает людям Валерий Владимирович. Но дальше хочу еще сказать, что люди в нашем ките самые простые, ну, просто самые простые, люди разных, скажем так, профессий, занятий, есть очень такие именитые люди, которые ведут себя совершенно просто. Вот. Поэтому просто всем, кому интересно, кому вдруг покажется, что это интересно, потому что может показаться, что это интересно, то, пожалуйста, вступайте, можно сказать, добавляйтесь. В Одноклассниках группа создана, в ВКонтакте группа создана. Я думаю, что мы, наверное, если как бы буду выставлять это видео, то какие-то тоже ссылки дам. Вот. Рады новым людям, творцам. Может быть, кто-то захочет на нашей площадке клуба интернет-творцов обучать какому-то своему мастерству. Правда же? Не только учиться, но еще и обучать, и принимать участие. Так, Валерий, я слышу, что у вас там орудует кошка. Наверное, какое-то постукивание Нет, там свадьба и салют. А, салют. Понятно. Ну, хороший знак. Так, о чем я еще не спросила, а вам хочется сказать. Есть такое? Про целительство и страстасурику вот я не спросила, вы сами сказали. Молодец. Да, вот такое дело у нас. Тоже создан такой чат. Вот. И Валерий, как мастер рейки, был такой, что он меня лечил. Вот. Вот очень сильные простуды. Прям поднялась. Прям поднялась. Ну, во-первых, ощущала все. И поднялась буквально, наверное, вот через полчаса уже все наладилось. А на следующий день уже было. В тех рамках, которых уже долечивалось там таблетками, наверное, я не помню как, но я уже была здорова. Вот. Так что, ну, просто талантов. Море. Вот. человек очень обаятельный, кто просто добавится к нам, ну, убедится в этом. Я не знаю, каким волшебным образом, но абсолютно помогает раскрыться талантом и поймать этот кайф. Я помню, сколько мы с Валерием, помнишь, сколько мы насочиняли юмористических стихов, потому что это такой юморной человек. Он так задает тон. Вот. Я благодарю за интервью. Спасибо за внимание. Всего доброго. Ну, я тоже говорю, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok